Всем привет! У микрофона по-прежнему Леон. И в этом видео я хочу вам показать и рассказать о программах, которые помогут вам сделать топовый контент на андроид устройстве. И да, сразу же хочу извиниться за то, что целую неделю не было видеороликов. Это всё связано с тем, что я немного приболел. И да, при записи этого ролика я до сих пор болею. Я надеюсь, ты уже поставил лайк на этот видеоролик, а сейчас на экране ты видишь топовые комментарии, Чтобы также попасть в следующий ролик, просто спускайся вниз и оставляй свой царский комментарий. И давайте попробуем собрать 20 лайков под данным видеороликом, я уверен, у вас получится. А после того, как данное видео соберёт 20 лайков, я начну пилить следующее. Не буду толка томить, ну что, погнали! Первая программа на сегодня станет Pixel Lab. Это приложение позволяет вам сделать крутой текст на андроид. Его с лёгкостью можно найти в плеймаркете, оно абсолютно бесплатное. Ну и следующая программа, о которых я хотел бы рассказать, это PS Touch и Pixel Lab. Как по мне, PixArt больше подходит для быстрых изменений фотографий. А PS Touch больше подходит для полноценных работ по фотошопу. PixArt абсолютно бесплатная, и её можно скачать в плеймаркете. А PS Touch можно найти в интернете. Но ссылочки я все оставлю в описании. Следующими программами я поставил Hi-Q MP3 Recorder и Audio Recorder. Эти приложения позволяют качественно записать свой голос. Они обе абсолютно бесплатные и тоже можно найти в плеймаркете. Далее я расскажу вам о программе, в которой я сам обрабатываю голос. Этой программой стала Lexus Audio Editor. Понравилась она мне своим интерфейсом, ну и, конечно же, обработкой самого голоса. Ну и последней самой нужной программой является KineMaster. Это видеоредактор, в котором можно пилить топовые видосы. Скачать её можно в плеймаркете, она бесплатная, но будет водяной знак, если не покупать Pro-версию. Но в описании я оставил ссылочку на крякнутую версию. Ну и последней программой на сегодня является творческая студия YouTube. Здесь можно смотреть аналитику и из этого уже делать свои выводы. Вот такими программами я пользуюсь по сей день. И, в принципе, это всё, что я хотел показать в данном видеоролике. Но я хотел бы вам рассказать одну новость. Сейчас я ищу крутого интромейкера, чтобы мне сделали интро. Свои заявки вы можете оставлять в моей группе. Ссылочка будет в описании. Ну и, в принципе, на этом всё. У микрофона был Леон. Всем удачи и пока. Субтитры подогнал «Симон»!